Прежде всего хочу подчеркнуть, что, конечно, ситуация, которая сложилась с взаимоотношениями России и Совета Европы является вопиющим нарушением прав Российской Федерации, поскольку Совет Европы – это международная организация, которая, так же, как и любые международные организации, действует на основе равноправия и, собственно, доброжелательного отношения всех членов друг к другу. К сожалению, в период начала украинского кризиса отношение некоторой части стран Совета Европы к России стало до такой степени негативным, что следствием этого стал процесс дискриминации, дискриминационных мер в отношении России, российских делегатов в ПАСЕ. Естественно, что в этой ситуации Россия не может быть полноправным членом Совета Европы, поскольку российскую делегацию лишили волонтаристским путем права голоса в Совете Европы. Очевидно, что любой диалог, а именно для этого предназначено, собственно, это является основной целью любой международной организации, возможен в случае, если у участников диалога есть право голоса. В отсутствии права голоса диалог невозможен и обсуждение тех или иных вопросов бессмысленно. Поэтому позиция России – это не позиция выхода из Совета Европы, а позиция соблюдения прав России как суверенного государства и полноправного члена Совета Европы. Если эти права не соблюдаются, то, очевидно, членство России в Совете Европы бессмысленно. Вот в этой ситуации заявление Ягланда, а это не первое подобного рода заявление, они происходят в достаточной степени регулярности, является в достаточной степени неактуальным, потому что для того, чтобы Россия была полноправным членом Совета Европы, Совет Европы, парламентская ассамблея Совета Европы должна вернуть России право голоса, российской делегации право голоса. Об этом, насколько я понимаю, речь не идет. И таким образом, заявление тех или иных должностных лиц о том, что это плохо, что Россия может выйти из состава Совета Европы – это лицемерие. Очевидно, что в данной ситуации действия тех сил Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые занимают русофобскую позицию, нуждаются в каком-то осмыслении всем международным сообществам. То, что происходит в Совете Европы в настоящее время – это вопиющий пример дискриминации в отношении члена той или иной организации. И, конечно, в данном случае позиция, которую заняла Парламентская ассамблея Совета Европы, потакая откровенно русофобским взглядом меньшинства своих членов, тем не менее, это меньшинство стало законодателем МОД и, по сути, заставило всю Парламентскую ассамблею Совета Европы полисать под свою дудку. Вот эта ситуация, она, конечно, является очень ярким примером расхождения слов и дел, поскольку Совет Европы – это организация, которая изначально на свои знамена подняла вопросы права, и, собственно, основная задача организации – это установление единых норм, принципов правовой деятельности, правовой культуры на всем пространстве Европы, то вот такой абсолютно неправовой подход, который демонстрирует Совет Европы в отношении России, это, конечно, вопиющее нарушение тех самых основополагающих принципов, ради которых Совет Европы был создан.